Здравствуйте, в эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях Елена Петровна Осипова, директор Института непрерывного образования. Елена Петровна, здравствуйте. Понятно, что образование непрерывное у нас, поэтому мы вас прервем ненадолго. Хотел я узнать ваше мнение по поводу феномена, так сказать, единых госэкзаменов. То, что сейчас происходит с этими ЕГЭ пресловутыми, ну иначе как скандалом в федеральном масштабе не назовешь, но мы давайте начнем не с этого. Давайте мы начнем вот с чего. Вы человек, который в системе образования очень-очень давно, причем непосредственный, так сказать, работник. Не чиновник, а от преподавателей до директора института вы добирались по лесенке, по лесенке, по лесенке. Начинал с сельской школы. Начинал с сельской школы, поэтому все уж там знаете. Вот скажите мне, ваше мнение, какое отношение сейчас в преподавательской среде, ну может, вы же разговариваете, общаетесь между собой, вот к единому госэкзамену, потому что раньше было резкое неприятие, потом как-то, ну раз уж так, значит так. Вот что сейчас, по большому счету, думают преподаватели по поводу ЕГЭ? Вы знаете, на мой взгляд, отношение к ЕГЭ сейчас остается весьма неоднозначным. Почему оно неоднозначное? Почему не определенно плюс и не очевидный минус? Ну потому что, в общем-то, как форма экзамена, который является и выпускным, и одновременно вступительным в ВУЗ, по-моему, это не вызывает, в общем-то, никаких серьезных нареканий и возражений. Я, например, не против, чтобы выпускной экзамен в школе был бы автоматически вступительным экзаменом в ВУЗ. Вот как раз все недовольство, на мой взгляд, и все такие негативные отзывы связаны с формой этого экзамена, а самое главное, с результатами, которые мы получаем. Тем более, что вот уже несколько лет эта система работает, и нам есть с чем сравнивать. И поэтому, конечно, с внедрением тестовой системы, это не секрет, и я здесь понимаю, что не открываю ничего нового, с введением тестовой системы все-таки уровень подготовки школьников, он снижается. И ЕГЭ в этом отношении, к сожалению, не только не помогает, но, на мой взгляд, ситуацию усугубляет, потому что, вы знаете, вот тестовая система, она все-таки ориентирует и учителя, и ученика на определенную систему работы. И если, скажем, есть уже представление о том, что требует экзамен, есть определенный набор заданий, которые, как считается, ученик должен выполнять, то, естественно, и ориентация проходит именно на это. И мне кажется, что сейчас, особенно вот в старших классах, все больше и больше от такого стремления развивать ученика, мышления, его кругозор развивать, мне кажется, все-таки неизбежно идет вот скатывание к этому натаскиванию. Ведь все знают, что есть определенный набор правил, да? Я вот преподаватель русского языка, поэтому мне легче говорить именно об этом. Есть определенный набор правил, которые отражены в конкретных заданиях, и, следовательно, вот нужно эти правила отработать. Потом есть определенные задания, связанные с пониманием содержания. И в конечном итоге это же действительно скатывается все, сводится, вернее, все к натаскиванию. Согласен. Где же тогда развитие? Где же тогда стремление сформировать мыслящую... Да, где-то творческую мысль, вдохновение, которая возникла. Да, совершенно верно. Творческую личность, мыслящую личность, богатую духовность. Сейчас так много об этом говорим, но, к сожалению, на мой взгляд, излишне декларативно, потому что иногда то, что мы декларируем, расходится, когда мы пытаемся что-то делать на практике. Компиально почему-то расходится. Да, и, на мой взгляд, вот это, именно такая форма ЕГЭ, как раз-таки с неизбежностью приводит, мы же каждый год констатируем, что количество читающих становится все меньше и меньше. Литературу теперь можно сдавать не всем. Вспомним, как еще было несколько лет назад, когда вот такой комплексный экзамен по русскому языку и литературе в виде сочинения был обязательным для каждого выпускника школы и для любого, кто планирует поступать в ВУЗ, независимо от профиля ВУЗа. Потому что было понимание того, что именно это и развивает человека. И самое такое серьезное нарекание в адрес ЕГЭ, вот это следствие, следствие того, о чем мы с вами говорили, этого натаскивания, что, к сожалению, мы не можем с убежденностью говорить о том, что результат экзамена ЕГЭ гарантирует, что мы получаем действительно вот того студента, которого мы ждем. То есть это не является гарантией талантов, способностей, умений абсолютно. И не случайно же был достаточно громкий скандал в Московском государственном университете, когда на факультете журналистики провели диктант в сентябре. И когда обнаружилось, что те абитуриенты, которые поступали с результатами в 100 баллов ЕГЭ, то есть это максимальный результат, или близкий к нему 96-98, они показали просто катастрофическую грамотность. Крайне низкие показатели. Поэтому, к сожалению, для меня вряд ли это какой-то такой серьезный показатель, что действительно этот человек способен тот, тот, тот. Тем более, что мы знаем прекрасно, что и написание части С, это вот так называемая творческая часть в ЕГЭ по русскому языку, где абитуриент должен понять текст, сформулировать проблему, которая поставлена автором текста. Ну и в итоге он должен просто изложить свою точку зрения на эту проблему, подкрепив ее аргументами, один из которых должен быть обязательно из литературы. И вот это показывает, насколько трудно нынешним выпускникам это делать, потому что просто-напросто перестают читать. Ясно. Елена Петровна, я вот завершая вот эту вот нашу первую тему, и на вторую мы прям буквально пару слов скажем, я бы себе сразу говорили о творческом вдохновении, я представил Царско-сельский лицей, Пушкин сдает экзамены, и он там вот читает знаменитое стихотворение «Роза», а я ему говорю, нет, брат Александр, ты давай вот тебе четыре варианта ответа, тыкни перышком куда надо, а нам твоего творчества и твоих вот этих вот стихов здесь не нужен, ты с ними пойди куда-нибудь там рекламу сочинять. Вот. Все это как-то вот, ну не то, чего хотелось бы от творческих предметов, да, вот от литературы. Нет вдохновения, нет искры творчества, которое вот я, например, испытывал вдохновение, когда сдавал экзамены в свое время. Ну, не всегда, когда знал хорошо. Вот. Был такой, сейчас этого нет, и, по-моему, не воспитывается. И вот два слова, ваше мнение, почему так много вот этих вот скандалов вокруг ЕГЭ? И почему, когда все думали, что, ну, удастся как-то там, повесив металлодетекторы над дверями, или какие-нибудь там чуть ли не обыски проводить, что удастся этим избежать скандалов, а их все больше и больше. В интернет выкладывают уже задания, которые там еще и не было, а они уже есть. Вот это может быть и как раз вследствие того, что можно все это выкинуть, и правильный тычок тем же самым перышком в галочку, и все, и ничего учить не надо. Да, тем более, что методом тык-то иногда можно попадать. Да и попадать. А если когда что-нибудь знаешь, куда попадать, так вообще там можно, не зная языка, на пятерку ответь на 100 баллов. Я напомню нашим зрителям. У нас в гостях была Елена Петровна Осипова, директор Института непрерывного образования. Мы говорили о ЕГЭ, о проблемах. ЕГЭ, я думаю, мы не раз еще встретимся, и по этим и по другим тоже вопросам. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. 7 минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин